Пожар случился, когда Любовь Владимировна была на работе. Старший сын Владимир позвонил с чужого телефона и сообщил, что горит дом. Через пять минут Любовь Костылева была на месте. Температура такая была, что здесь уже было не подступиться. Дети были в начале улицы, с соседями. Пожарники затушили, то есть пламя сбили основное, поехали на заправку. А соседи у меня, конечно, молодцы, встали в цепочку мужики. И ведрами с поливочной трубы все это заливали, бегали. Причиной пожара стал новый телевизор, который взорвался. Сыновья Любови, Владимир 12 лет и Олег 10, пытались потушить огонь самостоятельно, но не получилось. Сгорело все, в том числе и пианино. Все, что от него осталось. Я желаю, чтобы люди с этим не сталкивались, желательно вообще никогда. Ну, если такое горе случилось, ну, брать себя в руки и идти дальше, значит, суждено быть такому испытанию в жизни. Как говорит пословица, Господь не дает нам больше испытаний, чем мы можем вынести. Пока семья Костылевых живет у родных, они же помогают строить новый дом. На помощь пришли соседи, родители одноклассников, мальчиков и просто знакомые. Большое спасибо людям, которые помогали. На фундамент мы собрали частично, на стены мы собрали. Помощь поступит и от администрации города, но на такие случаи у мэрии весьма ограничены ресурсы. Мы имеем право из спецсчета выделить 50 тысяч на какие-то первоначальные нужды или самые необходимые вещи, которые возникают у людей, которые остались без жилья. Первоначальные нужды для Костылевых – это возможность жить и собрать детей в школу. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев вручил мальчикам рюкзаки со школьными принадлежностями и современное многофункциональное цифровое пианино с динамическими клавишами. Теперь братья Костылевы могут продолжить музыкальное образование. В такие моменты важно, чтобы человек чувствовал поддержку не только близких людей, но и всего общества в целом. Надо помочь семье Костылевых не только в их сложной ситуации, но и справиться со стрессом. Приближается новый учебный год для братьев Костылевых, он должен начаться так же, как для всех детей, с новых планов и праздничного настроения. А Любовь Костылева мечтает к зиме возвести новый дом и перейти к отделочным работам. Конечно, если будут необходимые строительные материалы – газобетон, цемент, кирпичи – городская администрация обещает выделить вне очереди древесину по низким ценам. Если и вы готовы помочь строительными материалами или финансами, свяжитесь с Любовью Владимировной. Ее номер телефона на экране. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.